В эфире, бэтч! Всем хай! С вами Юджин и сегодня у меня необычайно пышные волосы. Чё за фигня? Я просто феном посушил. Они чё-то распушились сегодня. Я фиг знаю, чё такое с ними не так. Короче, добро пожаловать на телевидение. Мы играем в Not For Broadcast. И сегодня вы станет свидетелем открытия нового эфира, нового вида эфира. Есть прямой эфир, а есть кривой эфир. И его открою сейчас вам я. Итак, мы начинаем. У нас день... Два. Три? Почему три? Я же... Неожиданное письмо. Вы приходите домой и увидите, что пришла почта. Вы не ждёте важных писем, но одно всё же привлекает ваше внимание. Команда хочет узнать вас получше. Вы открываете письмо из любопытства. Окей. Это анкета от Прогресса к новой партии у власти. Её цель – сбор информации о гражданах. О, начинается что-то интересное. Первая страница уже заполнена. Ваше имя – Алекс Уинстон. Вы в браке с Сэм Уинстон. Ваши дети – Чарльз Уинстон, 14. И Сьюзи Уинстон, 19. Они всё вам не знают. Что же вы думаете... Ну а что же думаете вы? Основные сведения у них есть. На остальные вопросы нужно ответить самостоятельно. Все они обязательны. Вопрос первый. Начав работать на новом месте, вы проявите дружелюбность и познакомитесь с новыми коллегами. Немедленно приступите к работе. Осмотрите новый офис. Звоните друзьям, чтобы поговорить о старой работе. Я не знаю. Я немедленно приступлю к работе. Я очень трудолюбивый человек. Вопрос номер два. Коллега из другого отдела сказал вам, что забирает домой документы, содержащие конфиденциальную информацию. Один документ, в котором не было ничего важного, потерялся. Вы поможете коллеге это скрыть. Посоветуйте коллеге сообщить об этом. Пообещайте коллеге, что сохраните это в секрете. Сразу же сообщите об этом начальнику. Так. Но у меня у меня было ничего важного. Вы... Поможете... Посоветуйте... Да, посоветуйте сообщить об этом. Окей, хорошо. Вопрос номер три. Сотрудники целого отдела были уволены за низкую эффективность работы. Ваш начальник поставил новые задачи, которые гораздо сложнее предыдущих. Вы уйдете домой вовремя. Останетесь допоздна, чтобы успеть сдать проект. Уйдете пораньше и отправитесь в паб, чтобы обсудить перемены с коллегами. Это хороший вариант. Уйдете с работы пораньше, чтобы пообщаться с семьей. Ну, по себе скажу, что когда были сложные задачи, когда я карами работал и так далее, я оставался допоздна. И даже когда я сам себе, я поскольку сам себе начальник, я сам себе ставил очень сложные цели, увольнял всех сотрудников до этого. Вот, и я выполнял задачи, поставленные самим собой. Поэтому я оставался допоздна. Вопрос четыре. Намечается ежегодная корпоративная поездка на природу, на которую пригласили вас и вашу семью. Вы с нетерпением ждете дня, когда можно будет отдохнуть семьей и друзьями. Помойте голову в этот день. Поедете, если не будет других планов. Начинайте готовиться к конкурсу талантов и уверены, что в этом году победа будет за вами. Я поеду, если не будет других планов. Я, на самом деле, интроверт. Скорее всего, я не очень люблю тусить, особенно корпоративы, я терпеть не могу. Опять же, я сам себе начальник, я устраиваю корпоративы и никогда на них не хожу. Вопрос пять. За вашими плечами долгая и успешная карьера, и вы на пороге пенсии. Ваши речи вы. Перечислите свои достижения и поделитесь воспоминаниями о годах работы. И при этом все подумают, как же ты сдохнешь, скотина. Столбал своими умными речами. Честно расскажете о пункциях и минусах компании. Опишите проблемы и сложности, с которыми вы сталкивались во время работы. Откажетесь от приглашения. Честно расскажу. Их знают. Вопрос шесть. В свободное время вы. Любите отдохнуть в одиночестве, слушая музыку или собирая модели? Моделей. Евгений, он такой, да, он собирает их. Посещайте митинги и борьтесь за правое дело. Вводите детей на кружки и поддерживайте их увлечения. Играйте в местной спортивной команде. Ну, блин, я ничего из этого не делаю. Поэтому я посещаю митинги и борюсь за правое дело. Вопрос семь. Идеальный отпуск для вас это. Побыть в окружении природы, вдали от стресса в повседневной жизни. Отправиться в путешествие по незнакомым местам в поисках нового интересного. Провести заранее спланированный день в парке развлечений с семьей и картайственных аттракционов. Сбежать от мира с любимым человеком на райский тропический остров. Ну, наверное, вот это. Короче, я типичный одиночка. Вопрос восемь. В первую очередь государство должно обеспечивать гражданам безопасность, свободность, счастье, равенство. Свободу. Спасибо за сотрудничество. Прогресс ценит ваше время. Прогресс. Вместе мы приведем страну к светлому будущему. Я должен подписать. Окей, хорошо. Вот оно и начинается. Прогресс пришел к нам. День шестой семьи. А, короче, дни мы перескакиваем. Что за квестовый, блин, текстовый квест начинается? Уже поздно. Сэм и дети пошли спать. Вы моете свою любимую чашку и вспоминайте, что купили ее в первую общую поездку с Сэмом. Рисунок на чашке. Смешное лицо почти стерлось, но все еще вызывает у вас улыбку. Стопок, но возвращает вас в реальность. В саду, сжимая ручку яркого и неоново-зеленого чемодана, с крайне обеспокоенным видом стоит Крис, двойняшка Сэм. Вы открываете дверь. Крис заходит и садится за кухонный стол. Крис глубоко вздыхает. Извини, что я так поздно, Алекс, бормочет Крис, но мне очень нужна помощь и я больше никому... мне больше некому отбортиться. Ты в порядке? Позвать Сэм? Конечно, в чем дело? Ты в курсе безумных ненововведений прогресса. Закон о капитале и собственности. Они решили, что имеют право забрать у нас деньги и отдать их бездельникам. Хрень собачья. Вы никогда не видели Крис в таком состоянии, в таком волнении. Конечно, у богатейшего 1% денег столько, что не сосчитать, быстро добавляет Крис. Но они могут позволить себе заплатить налог, а люди, как я, мы все потеряем. Это ужасно, но чем я могу помочь? У тебя дела всегда шли лучше, чем у остальных в нашей семье. Извини, но мне кажется, что отдать часть денег богачей простым людям не такая уж плохая идея. Я не знаю. Я не знаю. Опять же. Опять же. Я считаю, что, допустим, если ты там очень-очень богат, да, там, для какой-то суммы, то часть твоих денег, как сказать правильно, я просто в этом так не шарю, если честно. Но в Америке такая система действует, что у тех, кто очень много зарабатывает, у них вроде бы налог больше, если не ошибаюсь. А в целом это не так плохо, наверное. Я тонкости не знаю, нюансов не знаю. И поскольку я сам не богат, я бы хотел, чтобы мне часть денег приходила просто не с хера. Поэтому я, да, это ужасно, но неплохо. Глаза Крис блеснули. Разве ты не понимаешь? Они забирают все, что хотят, а потом распределяют это так, как считают нужным. Ну и у одного государства не должно быть столько власти. Слушай, я здесь не для споров, мне нужен твой паспорт. Ха-ха. Паспорт, зачем он тебе? Паспорт, я не могу его тебе дать, это не закон. Зачем он тебе? Они уже начали забирать деньги у меня. Половина этой чертовой страны. А, и половина этой чертовой страны. Но мне всегда говорили, что мы похожи, так что Крис говорит все быстрее. Мне нужно сваливать, пока не поздно. Я уеду тогда, я уеду, тогда мои деньги будут в безопасности. Но ехать нужно сейчас, иначе они заморозят счета. Прошу, ты моя единственная надежда. Я считаю, что одна большая проблема, с которой до сих пор человечество не справилось, это есть такая фраза, знаете, богатые богатеют, бедные нищают. И это действительно так. Когда ты, допустим, перешагнул черту богатства какого-то, вот определенного, я не знаю, что это за доход, короче. Но, в общем, есть такая система, при которой ты уже как будто бы назад не можешь пойти, потому что все больше и больше начинаешь денег аккумулировать вокруг себя. В то время, как есть из-за повышения цен и так далее, происходит, ну, из-за инфляции. Здесь люди, которые живут за чертой бедности, и цены растут, а денег все меньше и меньше, понимаете, да? То есть вот эта система, которая, ее надо как-то урегулировать. Но я не согласен с тем, что надо всех уравнивать. И я вот это вот... Мы уже прошли, короче, этот этап, как мне кажется, наша страна пытаясь всех уравнять. И я не думаю, что нам стоит возвращаться в это. Ладно. Это, конечно же, все в рамках летсплея, я говорю. Я никакой политической пропагандой здесь не занимаюсь. Нет, я вообще тупой летсплей, я ничего не знаю. Хорошо, паспорт в сейфе наверху, я сейчас его принесу. Должен же быть другой выход, вряд ли все так плохо. Это... Блин. Блин! Кризис в твою туду меню. Я, короче, я боюсь, я сам за себя. Ты шутишь сейчас, да? У тебя и Сэм всегда была моя полная поддержка. Я люблю твоих детей, как своих. В каком смысле ты любишь моих детей? Мы же семья. Или для тебя это пустое слово? Ладно, я схожу за... Это противозакон. Я не могу тебе... Ладно. Мы семья, да. Семья есть семья. Вы поднимаетесь в спальню, стараясь ступать потише. Сэм лежит, завернувшись в одеяло, как в кокон. Вы открываете шкаф, набираете код в сейфе и забираете паспорт. Сонный голос Сэм нарушает тишину. А, Олег, что такое? Мимо женщины не пройти, она всегда такая спалит тебя. Ничего, радость. Все хорошо, спи дальше. Крис внизу говорит, что хочет уехать из страны и просит меня на время одолжить паспорт. Заканя будут сам без паспорта? Ладно, я скажу ей. Сэм резко поднимается в кровати. Что? Уехать из страны? Все так плохо? Похоже на то. Крис говорит, что если уехать, все будет нормально. Но для этого нужен мой паспорт. Крис говорит, что да. Но я сомневаюсь. Даже не знаю, стоит ли мне... Беспокойство исчезло с лица Крис. Спасибо, мы семья, мы должны помогать друг другу. Знаешь, Крис, Крис любит преувеличивать. Не удивлюсь, если скоро все уляжется. Надеюсь, я сейчас вернусь, только паспорт отнесу. Ой, не прочитал второй вариант. Вы закрываете сейф и спускаетесь на первый этаж. Крис явно нервничает, когда вы заходите на кухню и подпрыгивает на стуле. Ну что, паспорт у тебя? Да, держи, удача тебе. Прости, Крис, но это не законно, смирись с этим. Ладно, да, я уже решил, что отдам его. Крис улыбается своей широкой улыбкой, обаятельной улыбкой, впервые за вечер. Спасибо, правда, спасибо. Я свяжусь с вами, когда смогу. Крис забирает паспорт и с увлечением вздыхает, охватается за ручью своего яркого чемодана и уходит в ночь. Вы идете спать с надеждой отвоевать у Сэм часть теплого одеяла. День шестой, седьмой, восьмой. Интересное начало. Интересное, правда. Первый раз, когда мы с вами играли, я подумал, что мы будем просто последствия. Окей. Я думаю, что мы просто будем их за эфиром следить и все. Оказывается, тут ставки повышаются. Окей. Что это такое? Эй, дружище, это Дэйв. Ну и жена же здесь, боже. Так, слушай, я сейчас выйду на уль. Спасибо, милая, да, я это с собой возьму, спасибо. Так, вот, здесь мы лучше. Давай все настроим и начнем уже, а то меня гости ждут. Сначала включи электричество. О. Ну давай же слева. А, точно, да, я забыл. Нужно, чтобы работать как минимум нижний ряд. Хорошо, нижний ряд так нижний ряд. Отлично, теперь вставляй рекламу. Это я помню. Подойдя к выбору с умом, у всех решений есть последствия, даже ведь. Так, поиграем. Это игрушка безопасна, мистер обнима... Что это значит? Мистер обнимашка. У Риммингтон Свист точно найдется игрушка для вашего ребенка. Давайте попробуем. Встаем. Алан Джеймс, активисты прогресса, безумные... А, вот, мы как раз можем начать пропаганду. Окей. Давайте станем угодными этой власти. Хм, пропагандистская машина, запускай. Ошеломляющие... Елочные игрушки от Безумного Нила. Окей, это даже интересно. Так, нам наконец-то починили систему сводки. Новостей. И видеомикшер уже находится в нужном режиме, потому что... Окей, начинается выпуск. Все очень просто, дружище. Смотри, на нижних кнопках видеомикшера есть буквы А и Б. С их помощью нужно будет выбрать изображение А слева или изображение Б справа. Вот тут. И это очень легко. А вот этот таймер будет отсчитывать, сколько секунд у тебя. Осталось для принятия решения. Здесь главное успеть вовремя. Пока таймер не дойдет до нуля, можешь даже поменять выбор. Но если не успеешь выбрать, то тебя сразу же уволят. Ты даже опомниться не успеешь. Главное, помни, дружище. То, как люди будут воспринимать тех, кто изображен на фотографиях, зависит от тебя. И у твоих решений могут быть последствия. С рекламой то же самое. Выбирай внимательно. Ну. Поехали. А я тебе с дакуса еще перерыв. Да я уже иду, милая. О, блин. Да хорошо, мне нужно будет сейчас через 9 секунд включить. Ой, я ссу. Ой, я ссу. Тринди. Молодец, ты в эфире. Если честно, я не читаю, что они... Ладно, дайте читать. Так, хорошо, таймер. И мы покажем одну из... Как нам их показывать? Вот так вот. Они уродами здесь выглядят. Вообще. А, им понравилось. Окей, хорошо. Здесь тебе выглядят как злодеи, если честно. Включай. Окей, хорошо. Теперь следующее. Риммингтон новым директором. Следующее фото из вашего хилл. Вы видите. Не только влиятельный акт. Ха-ха, мы можем ее дискредитировать. Окей, давайте. Мы ее, это, опозорили. Сорри, сверви головой с рядом... Окей, хорошо. Рейтинги растут. Ну, конечно же. Это же интрига, друзья. Это же скандал. Да? Мы это все любим. Так, пусть из фрук Рождеству, но насчет безопасности игрушки были высказаны опасения. Ладно, думаю, нам нужно читать. Сенсация век. Отважные ученые, доктор Дэвид Уонг и морской биолог Ингрид. Сворк Дуашбек. Сегодня отправились на изучение дыры Данте, недавно открытой пещерной системы, ранее считавшись недоступной. Благодаря новым исследованиям, в области, смотрите, типа тут женщина доминирует над мужчиной. Ладно, давайте вот так вот. Мы бок о бок идем. Если... Окей. Это лишь недавние вылазки из целой серии. Окей, в общем, заявление возможно... Надеюсь, вы читаете, ребят. Я путаюсь, потому что мне вообще приходится что-то думать. А это очень сложно для меня. Настоящий игрок. Слухи множатся после того, как спортсмен Джонни Хэмсвилл был замечен на выходе из буша модного счастливого клуба. Ха-ха-ха! Смолист. Давайте вот это поставим, смешно. Такой фотошоп угарный. Что ж, Даня немного переборщил с празднованием. Я бы не хотел быть тем, кто стирает его рубашки. И засилие насилия. С новым радикальным подходом к прогрессу и к преступности. Стоит ли нам беспокоить? Я отправляюсь в путешествие. Блин! Преступность покажем. Я, естественно, не знаю, какую цель я преследую. Я должен пропагандировать прогресс. Или нет? Или я должен, наоборот, против него действовать? Как нам это с вами решить? Давайте сегодня мы будем... Заставка! Вот пятый кадр. Да я как диджей. Все, все, ребят, возвращаемся в эфир. Всем нравится, всем нравится. Я рисковый парень. О, книжку свою я решил, да? Кроматировать. О, ну че такое? А, помехи! Я забыл про помехи. Смотрите, че у нас с этим... С рейтингом. Никто твою книгу не посмотрит. Так, Алан Джеймс, вот он. А ее мы не представили, к сожалению. Так, какой-то монтаж получается жесткий. Я прям как диджей, мне надо под ритм. Раз, фига, фига, фига нажимать кнопочки. Так. Ой. Нормально, нормальный кадр. Хорошо, монтируем. Ну, такой... О, да, неплохо, что она вообще несет. Я возражу тебе. А, вот, да, он ставит кейшку. Хорошо. Теперь крупный план книжки. Зум. Зум на книжку. Орги о потреблении, это хорошо звучит. Орги is the right word. Only it'll be the overlords having an orgy on our poor broken backs. It's all in my book. Алан Джеймс is shamelessly self-promoting. Кейти, how do you think the rest of the world respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance the most... Ой, кейшку брали, я не посмотрел. Блин, черт, черт, черт. Люди даже были убить, как книжку его сраную убирают. Ой, ребят, я теряю нить повествования. Жесть. Я вас так угарно переключаю, как мне кажется. Такая хрень, я не эфир получается. И я понимаю, что я не могу думать одновременно о целой куче вещей. Успел? Почти успел. Да блин, что не работает-то? Вот. О, нормально. Давай, рейтинг, пошел! Рейтинг, пошел! Хорошо, она за прогресс, да? А это чел против него, насколько я понял. Вот, покажем общий, общак, это хорошо. Или? Моя третья книга. Угарный чувак. Рейтинги! Рейтинги растут! Так, у нас осталось 30 секунд, и нам нужно будет рекламу сучать. Окей, хорошо, 15 секунд. Фух, я еле спас эфир. А дальше че? А дальше че? А дальше че? Че включаем? Рекламу! Смотри, че происходит! Мы можем включить? Так. А, я не читаю это, что он мне говорит. Обожаю, ладно, давай. Они там срутся, я хотел это поставить в эфир. Стоп, оценка Е. Повтор. Оу, мы просрали. Я, походу, тупанул и решил просто сзади перепройти. Я, конечно, перепрошел, получается, с лучшим рейтингом. Окей. Давайте, я думаю, знаете, что сейчас сделаем? Мы, вот уже можно сейчас голосовать. Как мы будем с вами действовать? Мы будем за прогресс все делать? Либо против него? В эфире, бэч! А сейчас мы переходим к сегменту о каком состоянии закон и порядок в нашей стране. Прогресс уже поручила так называемой группе по решению проблем. Черт, вы помехи! Спускайся вниз! Окей, все, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Наш первый гость Грегори Джадж. Вот он, сидит. Скинхед! Нацист! Ты слышишь меня, Грегор? Да, слышу. Спасибо за приглашение. Мы продолжаем монтировать. Так, слышишь, нам не очень хватает. Так, пошли наверх. Ой, блин, 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 не то нажал наверх. Боже, тварь! Кто это зашел? Кто это там зашел к нему? Тихо, выключаем. Ты кто такая? Кто ты такая? О, мама! Это не так, не так, да? Я буду на моей маме. Просто подожди. Бьют! Реклама! Уход на рекламу. Просто дай мне 5 минут, я говорю с Джереми Донсон. О, ты уже говорил о своих аферах? Нет. Рейтинг, давай, расти, расти. Она ведет себя как мразь. Что ж там будет у них? Смотрите, на него включил это. Ой, третий чувак. Приделся. Блин, это очень забавная игра. Так сложно с этим слить всем, блин. Еще помехи сраные. Что там за, блин, со связью происходит? Так, стоп. Так, на это не просто ответить. Блин, не то, включаю. Так, 1-3, 1-3. А! Так, эээ, великая страна. Я согласен, хорошо. Кстати, на воскресенье... А, черт, священник, заметьте, что... Я не буду это читать. Все, сами читайте. Да почему у них у всех на заднем плане кто-то вываливается? Да как он может спокойствие сохранять, когда такая хрень происходит? Он даже не потеет. Здесь он видит, что там происходит. Да это просто какая-то чернохожа начинается. Посмотрите, какой он невозмутимый, тоже такой. Угу. Уоу, уоу, уоу! Вы посмотрите, какой маневр совершает этот помех с раной. Так, и последний, кто у нас тут? Да что это за жесть такая? А у него кто сзади выскочит? А, это бывший заключенный, хорошо. День рождения, Тони. Я не успел зацензурить, то что ж ты. Да, господи. Я же успел нажать только... Я что-то не понимаю. Видите, я же жму. Я два раза нажал, но он не засчитал, что это работает. Вы что, не видите? Я жму? Так. У них у всех на заднем плане что-то происходит. Мы прям отбираем с тебе гостей в передачу. Стрепуха пришла! Ладно, видимо, надо прям еще ровнее нажимать. Я быстро реагирую. Окей, сорян. Клоун зашел. Это уже стрепуха. Есть. Получилось. Есть. Да мы всех в плохое время застукали. А это кто? Есть сигнал. Нет, по-моему, страна, в которой живете, просто сумасшедшая. Такого невозможно. Такого не бывает на телеке. Есть, успел. Ой, как я сообразил. Ой, как я сообразил. Фух, нажал. Сраный реклам. Эй, дружище, у меня тут времени не очень много, и я пьяный в сельку. Сейчас будет часть передачи с музыкой. Если смонтируешь видео в такт музыки, то это будет видно на видеомикшере. Зрители такое любят. Не парься, если это не выйдет, тебя за это никто не накажет. Но хотя бы попытайся, было бы круто. И еще совет. Когда начнется музыка, сделай громкость трансляции потише. Надеюсь, музыка понравится. Я музыку обожаю. Боже, как же я нажрал. Все, все. Пойду блевану в мусорку. О, боже мой. Хорошо, в такт музыки, я понял. У нас 15 секунд. А, на второй открываемся, я понял. Отлично, хорошо. Давайте, четверочка, четверочка. Так, третья камера. Хорошо, отлично. Так, хорошо, опять третий. О, какой он манерный, а. Стоп, стоп, переключаемся, да, забыл, 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 забыл. Я увлекся его сюжетом. Так, хорошо, третий. Четвертый. О, хорошо, пошла, пошла, пошла. Почему у нас всего три камеры, нам уже четвертая? Когда музыка-то начнется, я не понимаю. Хорошо, у нас хорошо. Пока идет наверх. Хорошо идет на рейтинг, наверх. Слушай, такие, такие вычурные. Почему у меня было сейчас? Почему у нас сейчас было бип? Хорошо, окей, пока все нормально идет, да? Рейтинги, хорошо. Стрелочка показывает вверх, но ничего не происходит. Так, все, кота-нибудь, пошли. Куда пошли? Куда пошли? Блин, я что-то не то сделал. А, все, 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 выровняли, выровняли. Все, у нас только 2-3, пока 2-3, они еще там переодеваются. Окей, получается или нет уже? Я уже ничего не понимаю. Я не могу слушать их нормально. О, чуть не пошел рейтинг вниз. Успел? Заценсурил, бич! Ой. Так. Там такой уродливый клип сейчас будет, да? Психотанная. Блин, какой он включает, странный этот. Привет, Гарри. Так, вот, вот все, да, есть. Что это за кал, мы сейчас смотрим. Психотанная. А если ты так говоришь, Гарри the Fist, обязательно в камеру. Что это за кал, я не могу на это смотреть. Это так стыдно выглядит. Мэй, летсплей так же со стороны выглядит? Давай, типа, музыку, типа. Три. Два. Я могла быть тобой. Она могла быть самой. Еще мы сделаем еще офигенный клип. Та-та-та-та-тан-тан-тан-тан-тан. Прекрасный клип. О, рыбак пошел. Хорошо, молодежь привлечем. Давай. Ей. Прррр. Да, как там это делается? Хорошо идет. Флоу, флоу. Есть. Вот так хорошо. А теперь давайте такой жесткий монтаж. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Смотрите здесь, как, ого, ого, динамика, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во, разгоняем, разгоняем. Сейчас зрители поползут. Вот это зрелище. Никогда такого не видели. Третье не включаем. Раз, раз, задолбался это слушать. Окей. Не самый частный ведущий в мире. Ой. Есть. Хорошо. Посмотрите на ведущего. Посмотрите на ведущего. Твою мать. Это все, что у нас есть время для сегодняшнего национального ночного нового. Возьмите нас сегодняшний вечер. Для всех его новостей из вокруг стран. Меня зовут Джереми Донсен. Реклама. Раз, два. У-у-у. Что за херни я видел? Это искусство. Если это искусство, то у меня тогда 40-сантиметровый член. А у меня тогда достойная зарплата. Дружба. Кто-нибудь погоните этих уродов отсюда. Ха-ха, есть. Ой, ребят. Это странно все. Окей, смотрим наш. Рейтинг сначала был. Эй, потом мы скатились. Потом мы снова пошли вверх. Примечание. Великолепная цензура. Слишком много помех. Монтаж был ужасен. Единичное опоздание рекламы. Не было ни разу. Конечная оценка. Си. Окей, мы получили финансирование. 425 баксов. Что это за канал вообще? Эй, дружище, я вижу, что магазин снова открыт. Супер. Шопинг это... Это же просто офигенно. Ой, извини, извини. Сегодня важный день, знаешь ли? Ладно, проехали. Смотри вот тут. Вот тут видно, сколько у тебя денег. И количество зависит от качества эфиров. Вкладки помогут сориентироваться, что здесь где. Отсюда можно чинить вся... Всякие... Эм... Штуки, улучшать их. Можно просто покупать пешечки для студии. Ну, это последок важная деталь. Если хочешь что-то купить, то просто... Нажми на это и... Та-дам! Но деньги не возвращаются. Так что совершай покупки с ума. Не будь как Дэйв. Ну, хорошо, мы можем купить сраные сувениры. Вот птица-алкоголик, это мое. Вот оно. Вот оно, друзья мои. Эфир прошел. Короче, как вы видите, на самом деле, вот если попробовать вам играть и говорить с аудиторией, одновременно, это очень трудная задача. Игра сложная для восприятия. Очень много всего надо контролировать, поэтому я очень много выпускаю деталей в разговорах. Но здесь уже нужны вы мне как помощь моя. Чтобы мне помочь. Чтобы вы такие посмотрели, вы поняли мотивы каждого персонажа, и вы мне говорите об этом в комментах на будущее. Чтобы я знал, кому нужно, кого нужно пропагандосить, а кого нет. Короче, голосуйте всем. Вот здесь, по-моему, да? Да, по-моему, здесь будет голосование. Мне пропагандировать прогресс или антипропагандировать прогресс? Как вы думаете? Кто победит из вас, то мы и будем делать напряжение всего прохождения этой игры. Мне кажется, это будет прикольно. Просто сейчас мне трудно взять сторону. Поскольку мне пофигу, если честно. Сейчас это просто игра. Поэтому пофигу. И хочется вместе с вами заняться имиджем, пиаром правительства. Почему бы и нет, да? Правительство прогресс, партии прогресс. Короче, вот такие дела, друзья мои. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам нравится, то обязательно лайкайте, пишите комменты. Опять же, что я упустил. Кто говнюк, кого надо мочить. Что показывать в эфире и так далее. И будем вместе с вами влиять на телевидение. Вот такие дела. С вами был Юджин и всем пять!